Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы будем с вами играть в Валхейн! Игра скандинавского сеттинга. Игра меня очень заинтересовала. Я её всё чаще-чаще стал видеть на просторах Ютуба и вообще в интернете, и Steam мне её прям в рожу пихает. Я такой, надо заценить, потому что, во-первых, в ней прикольная система прокачки, насколько я понял. Во-вторых, она выглядит, знаете, как олдскульная игра. А чем мне очень нравятся олдскульные игры с такой, знаете, средней графикой, тем, что они какой-то особый фан создают, особый лулс. Возможно, мы с вами поугараем как следует в этой игре. А может быть, не будем играть, может быть, мы будем, наоборот, смотреть и ужасаться. Выбор персонажа. Никто не пришёл, чтобы я за него поиграл. Все уже знают, что Евгений не самый лучший игрок. Но это вообще не я, конечно. Оттенок кожи бледный. Смотрите, как костёр отражается от этой бледнющей кожи. Это хорошо. Мы будем слепить противника, когда он будет на нас нападать. Но если он нападёт ночью, то слепить нам его будет нечем. Хотя нет, луна будет отражаться так же. С другой стороны, это очень опасно для нас. Нам надо быть скрытными. Давайте вот среднее что-то. Хорошо, пусть будет так вот. Волоса. Какой эмо-викинг. Короче, он будет эмо у нас. Ох, не хрена. Бородишка просто хопс и упала. Смотрите, магия. Фокус покажу. Сейчас одна косичка на бороде превратится в две. И обратно. Стоп, погодите. Мы можем же прям себя сейчас сделать. Меня точнее. Я не знаю, как вы выглядите, друзья. Поэтому я сделаю лишь себя. Смотрите, это Евгений Скандинавский. Евгений Скандинавский. Сволочь. Не хватает места. Да и в целом, Скандинавский звучит как-то, знаете, очень жестко. У нас довольно-таки нежный парень. Скандинавик. Пусть будет так. Все, мы ничего больше не можем выбрать. Значит, начинаем. Присоединиться к игре. Давайте выберем сервер. 10 игроков максимум на сервере. Давайте выберем какой-нибудь самый густонаселенный сервер. Гоу. Пароль надо ввести. Черт. Я ввел пароль. Неверный пароль. С такой музыкой вы просрали. Ладно, давайте найдем открытый сервер. Просто присоединимся к нему. Все, заходим. Нашли открытый сервер. Там никого нет. Мы будем одни играть, походу. Но может быть кто-нибудь в другом конце мира увидит, что на этом сервере есть один человек. Я. И он зайдет. Скажет привет, Скандинавик. А я его убью просто. Это нуб. Первый раз захожу в игру. Честно вам говорю. Какая-то женщина-птица. Огромных размеров несет нас. Крикнем. Отпусти птица. Мой крик остался там. Где-то в небесах. В этом грозовом облаке. Окей, мы здесь. Дождь закончился, а я все еще мокрый. Ох, нифига себе. Мы можем прыгать. Опа. Мы получаем навыки просто от того, что делаем какое-то действие. Все, я устал. Все, Ворон, я устал. Поговорить. Я хулиган. Послан сюда, дабы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалит, окружающий вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которые вы должны убить, чтобы попасть в Вальгалу. Спасибо. Оу, ты здесь? Этот камень Вигвизир. Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателя на пути к павшим. И если присмотреться, этот камень откроет место призыва Эктюра, вашей первой жертвы. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем пытаться победить это могучее чудище. Большая ли здесь карта? Огромная просто. Судя по всему, птица откуда-то отсюда нас подобрала. Кто такой? Арк. Хай. Он смотрит на меня недоверчиво. Привет. Он не нуб, кажется? Ты ведь не нуб, верно? Эй. 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 Эй, пацан. Эй. Эй. Воу. Навык улучшен. Прыжок номер три теперь у нас есть. Теперь четыре. Мы что, будем выше прыгать? Или это будет меньше отнимать стамины? Ну ладно, судя по всему, он с нами не собирается общаться. И я тоже не хочу его докапывать. Давайте пойдем смотреть что-нибудь. Навык улучшен без оружия. Получай, мразь. Так тебе. Новый предмет, факел. Новый. Окей. Теперь давайте блокировать атаки этой березки. Блок. Блок. Так, не работает. Нужен инструмент получше. Вот, ногой еще можно пнуть. Не на, мразь. Мразь. Что? Он делает что-то? Ага, смотрите, у нас есть палка. Это древесина. И мы снова в игре, где нужно собирать ресурсы. Обожаю. Постоянно вырубку лисула повсюду. Так, нужно чуть больше древесин. У нас всего 5. Доступен новый чертеж. Дубинка. Во. Смотрите, там ворон. Подкрадемся к нему. Оп. Ой. Я не думал, что это сработает. Ладно. А, вот ты где. Я принес весть. Проверьте свой инвентарь. Большинство предметов необходимо создавать. Так как вы только недавно покинули Мидгард. Вам придется вспоминать истинную форму вещей. Просто собирайте все предметы, и я уверен, что все вспомнится. Мой младший брат Мунин сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Спасибо. Как здесь переменчивая погода. О-о-о-о. Это он мне нарубил все. Все запылесосили. А что за дом такой? Смотри. Ну. Чика. Приветствую. Ку. Мы теперь друзья. А. Да. Ну, конечно же, тут нужна кирка. Спасибо. Низкий поклон. Так. Чувак просто слился. Так, каменный топор. Создать. Молот для строительства. Создать. Вы создали молот. С помощью этого инструмента вы можете возводить надежные помещения и высокие укрепления. Начните со строительства верстака, который позволит вам создавать другие объекты. А вон, что я вижу. Какой-то олененок. Там еще и кабан пришел. Что за лесная тусовка? На. Получилось. Добыл. Так, теперь кабан. Он тонет в болоте. Город дай. О. Погодите, он отпор дает. Нифига себе. Что ты хочешь мне сказать, Хугин? Лакомый кусочек. Вы нашли чем перекусить. Поешьте поскорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь. Поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд. А зачем он играется с кабаном? Я правильно сделал, что убил его? Опа, мне холодно. Смотрите, какая мразота. А! Какие-то гекконы. Следите за погодой. Если ночью температура упадет или вы промокнете, вам станет холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего найти укрытие. И... Смотрите, вон там был дом. О-о-о. О-о-о. Все. Черт. Фух. О, чувак мне дает много всякого. Спасибо. Так, вот сундук. Мы можем взять отсюда вот это вот, что это такое? Ядро суртлинга. Смола. Обломки костей. Потом вот эти вот штуки у нас тоже есть. Камни побольше. Ну, я думаю, надо здесь построить костер. Мы можем? А! Ты прям читаешь мои мысли, Арк. Эм. Погоди. О, мне похлебку замутил. Рагу и змей. И сгорел. Заживо. Няма. Так, схавал. Наш чел куда-то ушел. А это что, сушилка для трусов? Нет, это стойка для готовки. Не-не-не-не. Давай сначала верстак. Нам ворон приказал. Я не могу ослушаться. Готово. Хорошо. И стойка для готовки. Вот. Вот. Вот так это делается. Углевыжигательная печь. И еще плавильня. Какая огромная плавильня. Прямо рядом с домом будет стоять такая... Блин, плавильня. Невыполненные условия. Какие? А, камень нужен. Благо дождь закончился. Посмотрите, какое странное небо мутное. А, оно было в расфокусе. На верстаке вы можете создавать сложные предметы. А также открыть больше зданий, которые можно построить с помощью молота. Окей. Я горю. Ой-ой-ой. Быстрее дождь. Фу-фу-фу-фу. Все. Мы можем заапгрейдить свой молот. Нам нужно сделать... Кирка. Где? Вик знает. Давайте создадим щит. Что нам нужно? Это... Рубить это бревно. Смотрите, она как в форсте. Ё-моё. Падает на меня и коцает. Нет, такого в форсте не было. Но там было то же, что она рубилась на несколько бревен. Очень красивая игра, на самом деле. Как я и говорю, вот в такой графике есть какой-то свой шарм. Почему-то с такой графикой красота гораздо больше ощущается. Потому что есть контраст. Давайте пойдем исследовать. Смотрите, бегают сами по себе кабаны. Это прикольно выглядит. Оп. Сдохла, мразь. Смотрите, еще один дом. Окей, здесь ничего нету. Ну что, побежали в сторону Эйк Тюра. Воу. Это что за мразь такая? Смотрите, какая стремная хрень. Грейлинг. Что-то волшебное. Блин, скандинавский фольклор мне очень нравится. И такие клевые. А вот и еще один домик. А там сундук стоит. Да. Итак, у нас здесь перья, кремень и стрелы 12 штук. Вон, идет, идет, идет. Вижу. Аккуратненько. Что-то моя скрытность не особо мне помогает. Давай, бей. Есть. Спасибо за навык. Аккуратненько. Скрытность прокачивается. Олень не подозревает ничего. Он умрет прямо сейчас. Отлично. И как мне его добыть? О, поднять. Рунный камень. Эти земли, я чуть по-немецки не начал читать. Эта земля твердая и дикая, но нам, попавшим сюда, еще труднее. Странник, найди утешение в дарах перед тобою. В добром древе и камне, в лесных плодах и цветах. Взгляни также на кабанов, которые бродят по этим землям. Они боятся огня и человека, но их можно приручить. Тихо подойди и покорми их. Они любят есть коренья. О, посмотри, только сейчас увидел, что карта динамичная. А-а-а, облачка, видите, плывут. Значит, мы будем видеть погоду. По идее, если мы откроем всю эту карту, мы будем видеть, как циклон надвигается. И я смогу подзарабатывать в этой игре, будучи метеорологом. Слушайте, ну я бы поиграл в эту игру с вами. Это, скорее всего, будет такое, знаете, размеренное и атмосферное прохождение, нежели просто стопка угарчиков. Ну, зависит от игры, на самом деле. Но мне сейчас как-то вот хочется погружаться в эту атмосферу. Поэтому залайкайте видос, если хотите, чтобы я больше в нее поиграл. Есть сундук. А тут у нас монеты и янтарь. А-а-а, красота, блин. Что это за деревья наверху? Я хочу туда попасть. Вот что этот арк взял, ушел, не оставил мне кирку? Он же все мне дал. Вообще все, что нужно, кроме кирки. Опа, что-то новенькое. Малинка. Прекрасно, прекрасно. Будем делать варенье и продавать его на рынке. Какие-то постройки. Малина больше не съесть. Мы можем только одну малина съесть. А, она забила наш желудочек маленький. Поэтому, я так понимаю, мы его тоже будем прокачивать. Чем больше будем жрать, тем больше сможем сожрать. Итак, камни. Оу, Ворон. Вы нашли место призыва одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю, и павший появится. Однако будьте осторожны, павших нелегко одолеть. Так что наденьте лучшие доспехи. Создайте оружие посильнее. И поешьте как следует, прежде чем вступать с ними в бой. Ты что, не слышал, Ворон? Малина больше не съесть. Но я тебя понял, в целом. Мистический алтарь. Пожертвовать предмет. А какой? Ловите его сородичей. Ага. Он хочет оленью голову, разумеется. Или шкуру. Одно из двух. Давайте попробуем сначала голову оленя. Вы приносите, мама. Получилось? Кажется, пол... Че-то мне страшно. Че-то мне, блин, очень страшно. О! Мать! О, это мутант, олень! Олень из ужаса. Где сатана? Фу-у-у-у, вот это круто. Тихо. В сторону. Перекат. Зашли сзади посраки. Перекат. Давай, атакуй. Опа. Перекатился. Тихо, 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 тихо. Воу. В сторону. Ладно, он мне кацанул. Ну ничего. Бей, бей. Ой, господи. Опа, удар и перекат сразу. Потом надо отдыхать побольше. Кто это? Приспешники Иктюра. Куча этих грейлингов. Блин, тут еще правильно тайминги надо подбирать. Опа, вот так. Где мой чертов топор? Сломался. Ладно, дубинкой. О нет, все очень плохо. Съесть. Нельзя съесть. Ладно, надо грейлинга убить, он мне прям раздражает. Все, отошел. В сторону. Удар. Мимо. Удар. Неплохо так ему. Как минимум ему просто, не знаю, прижгло чуточку. Ооо. Слышали? Он такой писк издал. Ему больно. Есть. Прям в грудак ему в душу всадил только что, с дубинки. Вот это он охренел, наверное. Есть. Похаре. Каменный топор создать. Есть. Вот, это хорошо бьет. Прижгло, да? Отлично вернулся. Скандинавик, давай. Какие нервы у меня стальные. Я должен бояться, но я... Ау. Вот он теперь попал. Он снял с меня шкуру защитную. А еще и всадил. Мне еще вот чертовски долго бить. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, нужно бить его сериями. Раз, два, три. Высек. Высек, мразоту. Мне холодно. Не думаю, что я сейчас вообще об этом думаю. Такой-то махач. А? Стрела электрическая попала прямо в задницу. 10 хп осталось мне. Удобил меня. Нет. Так не положено. Каждый раз, когда вы повержены, небольшая часть ваших способностей и вещей будет потеряна на месте. Если вы хотите перемещаться домой из любой точки, я бы порекомендовал построить кровать. Ой, блин. Ааа. Чертова жаба. Ну, погодите. Нет потери навыков у нас сейчас. Надо будет вернуться. Погодите. Я, по-моему, все очень важное и очень новое клал в этот сундук. Но что-то сейчас все исчезло. Как будто бы меня обокрали. Ладно, давайте создадим... Черт. Меня действительно обокрали. Создадим дубинку. У нас больше нет других вариантов. У нас 3 хп всего. Я должен убить Айк Тюра. Обязательно. Побежали, заберем наш шмот. Все, что там осталось. Вижу, что-то там сияет. Это что, он? Это Айк Тюр? Он остался? А вон мой труп. Он сразу меня спалил и побежал добивать. Как я буду с ним бороться с 3 хп? Видимо, никак. Меня не волнует. Побежали, добудем наше барахло. А-а-а. Все, Айк Тюр опять появился на горизонте. Где он? Вижу. Бежим. В обход. Сейчас у меня 25 хп. Должно хватить. Пожалуйста. Господи Иисусе, все отдай. Все отдал. Отлично. Что у нас там есть? 4 и 6. О-о-о-о. Малинка, давай, сжирайся, блин. Есть. Во, видали? Прям чётенько, чётенько по сраке надавать. 18 дал ему. Хорошо вернулся. Давай, он уже кровью дрыщет. Видите? Все, все собрал. Вот это да, Евгений, как супергерой, уворачивается от молний. Ну все, Айк Тюр, ты уже чувствуешь, да, чем пахнет. You gonna die. 13 по сраке. Самое уязвимое у него место. Не поворачивайся ко мне спиной. Чувырла. Судя по всему, это олень из очень мрачного будущего. Так, какие-то там новые чуваки пришли. Или чувак. Сейчас нет времени думать о них. Высечь. Высечь. О, нет. Ладно, пропустила немножечко. Так, надо быть выше. Надо быть выше него. Во всех смыслах. Я выше тебя. Я не хочу драться, но я буду. Все, ему немножко осталось. Вообще чуть-чуть. Давай, еще удар. Есть. Хейк Тюр, мразь. Взорвался любовью. О, смотрите. Твердый рок и кирка. Кирка? Мы можем скрафтить. У, вернули все абсолютно. Вот мы и убили его. Погодите, давайте дойдем до алтаря еще разок. Посмотрим. А, мы типа можем его еще разок вызвать. Зачем мне это делать? Не-не-не-не, я домой. Вот здесь надо чуточку быть аккуратнее. Потому что какие-то чуваки подключили к серваку. Я не знаю, добрые они или плохие. Не хотелось бы терять весь свой прогресс. Буду осторожна. А вот и мой домик. И мы теперь знаем ответ на мой вопрос. Эти ребята вовсе не добрые. Так, смотрите. Нам нужно ведь теперь трофей. Его рога. Да, нужно рога прицепить. Твердый рог. Твердый рог и жертвенный камень невозможно использовать вместе. Погодите, как так? А, трофейный крюк, вот. Вы не можете прикрепить этот крюк в крена. Я что-то пропустил? Ладно, побежали. Еще раз попробуем то место. Может быть, я что-то упустил. Погодите, вот. Я забыл трофей забрать. Фух, хорошо, что вернулся. Опа. Здрасте. Мои поздравления, воин. Вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших и принесите его в дар богам, чтобы те оказали вам милость. О, смотрите, какой-то сундучок у нас новый. И тут у нас янтарь и перья. О, смотрите, мы перегружены. Давай, Ворон, подскажи, что делать. Я даже драться не могу. Не, я могу драться, но не могу защищаться. Если вы возьмете с собой слишком много вещей, вы станете нагруженным. Что замедлит вашу работу и снизит восстановление выносливости. Спасибо, что не подсказал, как решить-то проблему в итоге. Смотрите, всего лишь на один килограмм мы превышаем вес. А у нас есть дубинка, давайте выкинем ее. Все. И мы здесь. Никто нас не хочет напасть? Никто не хочет. Да. О, страшно. Ваша способность бегать и прыгать улучшается. Расход выносливости в прыжке минус 60%. Расход выносливости при беге минус 60%. Активировать силу. Да. Вам дарована сила Эктюра. Используйте ее при необходимости. Ваша следующая цель обитает в черном лесу. Идите туда и следуйте земли, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы. Древний ждет. В общем, куда теперь, это сейчас не важно. Важно только одно. Найти укрытие какое-нибудь. Желательно подальше отсюда, а то меня грохнут. Давайте отыщем любой домик. Вот сейчас, где-нибудь здесь. И там поселимся. Чувствуете, как тихо стало. Так, я там вижу какой-то костер или что это такое. Что это там? Светится! Отойди, кабан! Давайте туда сходим, посмотрим. Если нам, конечно, хватит стамины. Ой, пожалуйста. Ой, пусть хватит. Не хватит? Все! Фух, еле хватило. Слушайте, ну это, походу, костер. Или фонарь. Это костер. Просто так вот стоит ничей и костер. Кто его сделал? Смотрите, а это что? Это целый дом. Пойдемте сплаваем туда. Ой, нет, я туда не доплыву. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Обратно. Так, давайте приготовим мясо. Итак, у нас есть с вами топор для ремонта. Может быть, мы что-нибудь уже можем скраптить? Например, верстак. А, стойка должна быть под крышей. Охрен ли, почему мне разрешило тогда ее сделать? Просто так, что ли? Деревянный пол. Мы просто сделаем сейчас пробную такую вот хату себе. Вот. Как-то так. Теперь нам нужно сделать соломенная крыша. Что, прямо? Прямо вот так? Ну-ка, верстак, работаешь? Стойка должна быть в помещении. Блин. Ну, а это чем тебе не помещение? Ты сюда поместился? Поместился. А кого фига тогда? Сейчас у меня такое помещение будет классное. Приготовленное мясо. Да. А, хорошо, когда она пшикает, значит, готово. Спасибо за костер. Есть! Помещение готово. Сделаем кремниевый нож. Сделаем мотыгу. А вот и кирка, наконец-то. Что ж, теперь мы можем всякое добывать. Но пока непонятно, как кровать-то сделать. Мебель, вот. Вот и кровать. Прямо рядом. Привет! Ты хочешь со мной поспать, ворон? Спите всю ночь напролет в своей кровати и просыпайтесь в бодром состоянии и с полным запасом энергии. Еще одним улучшением вашего дома могут стать сундуки для хранения предметов. Хорошо всегда иметь при себе запасное снаряжение на случай, если с вами случится что-то неприятное во время исследования. Все, уходи. Кровать должна быть под крышей. Черт, остается мне придется делать очень классный дом. Я вообще правильно что-то делаю? Не очень правильно. О, какой дом! Ох, какой дом! Так, а как пройти-то в свой-в свой-в свой-то дом? Откройте дверь. Дверь выперла из моего же дома. Вы что? Во. В целом он никто никак не заберется. В целом. Так, а теперь вы хотели, чтобы под крышей было. Тело получай. Ну-ка. Занять место. Не занята кровать. Точка возрождения установлена. Спать, скандинавик. Скорее. А сейчас не ночь. Потом поспишь. Я могу даже выходить на крышу, если захочу. И здесь упражняться в прыжке. Если вам, друзья, зайдет, мне это уже зашло, то мы можем превратить это в очень прикольное, интересное приключение. Ставьте больше лайков, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И давайте закончим видео с красивым, таким вот, отлетом камеры от нашего героя. Скандинавик. И на этом мы с вами закончим, друзья. Огромное всем еще раз спасибо, что смотрели. Не забывайте про все мои другие прохождения на другие игры, которые вам тоже очень могут зайти, если вы их еще не смотрели. Все будет в описании. Также заходите на главную страницу канала. Там есть раздел для вдоску своих. Для всех, кто хочет стать частью нашей с вами тусовки. Понимают все ее фишечки и приколюхи. Заходите в этот раздел и смотрите все игры там. Уверен, вы охренеете от кайфа. Ну а с вами был Юджин и всем пять! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...